есть такая фраза к работе нужно относиться так чтобы последующими клиентами были друзья предыдущих речь в этом видео пойдет о рекомендациях о третьем п как сделать так чтобы клиент порекомендовал первое п было о том как привлечь клиентов мы с вами выработали по 10 каналов привлечения оффлайн и онлайн второе п было как вы помните по технологиям продаж как сделать так чтобы эти люди стали у вас покупать и не просто покупать какой-то самый такой дешевый ваш локомотивный продукт а чтобы покупать по технологии bd и ч или знаете как в анекдоте в известном когда один мужик на рынке продавал 1 рубль за 98 копеек к нему естественно выстроилась очередь желающих купить один рубль было много и другое подходит в чем смысл прибыль то считал он говорит прибыль не считал но оборот бешеный вот чтобы такого не было такой вот ситуации курьезной хотя она часто бывает некоторых руководителей и менеджеров нужно продавать по технологии птич больше и дороже и чаще они просто создавать видимость что клиентов много а маржа минимальная или вообще нулевая есть такие продавцы они горят я без прибыли для себя я отдаю вам по себестоимости да ну значит что то не так с этим продавцом с товаром или с компанией это ненормально и следующий момент это третье п как раз таки о котором мы сейчас немножечко поговорим порекомендовать как сделать так чтобы последующими клиентами были друзья предыдущих я напомню что в прошлом видео я говорил что часто ограничиваются российские продажи вот здесь и мне очень хотелось бы чтобы после просмотра этого курса быть серьезно задумывались над тем как получать рекомендации как работать с ними к сожалению да клиент купил все отбрасываем клиента и не берем рекомендации почему я уделяю такое внимание вот третьему шагу потому что если мы посмотрим с вами на статистику мы увидим что сегодня все меньше и меньше людей доверяют рекламе у людей выработался иммунитет к тому что говорят по телевидению по радио они не доверяют просто рекламе лишь два процента по данным которые я видел в интернете доверяют рекламе открытым источником и так далее что интересно и что важно для нас в рамках этого курса 90 процентов людей в россии перед какой-то крупной покупкой консультируются или спрашивают мнение своих родственников друзей и знакомых думайте столько 90 процентов людей практически каждый консультируется мнением других и что еще важно на мой взгляд и что нужно знать любому менеджеру руководителю что порядка 38 процентов из опрошенных людей перед какой-то покупкой читают отзывы о компании о товаре в интернет вы представляете какая большая часть клиентов судит у вас о вашем товаре потому что написано в интернете не секрет что если мы хотим купить какое-то окно или даже заказать пиццу мы можем зайти на сайт посмотреть где-то отзывы в контакте фейсбуке и так далее поэтому сила рекомендаций огромная и важно эти рекомендации правильно использовать в своем бизнесе поэтому что я вам рекомендую сделать после просмотра этого видео обязательно первый момент брать рекомендации у лояльных клиентов часть клиентов с удовольствием рассказывают о вас это ваши промоутеры но их как правило не очень много которые сами о вас расскажут часть клиентов вы можете легко мотивировать на то чтобы они вас рассказали вот есть такие инструменты но часть клиентов может быть по своей природе в принципе не готовы рассказывать кому-либо и делиться и так далее есть и такие и второй момент брать отзывы просите ваших клиентов ваших лояльных клиентов которые может быть вы пошли на встречу или которые просто довольны работой с вами писать отзывы писать отзывы везде в социальных сетях можете так и попросить напишите пожалуйста отзывы присылать вам писать видео отзывы оставлять какие-то пожелания и обратную связь книги жалобы предложения и так далее отзывы мне очень нравится такой подход к отзывам отзывы как вино что это значит я хочу чтобы вы это тоже взяли на вооружение что с годами отзывы как и вино становится лучше особенно если вы работаете в каком-то клиентском сервисе где клиенты растут вместе с вами возьмем вот мой пример да у меня есть сайт пора расти он уже существует более трех лет этот проект когда я активно обучаю людей через интернет продажам и некоторые клиенты которые пришли ко мне самого начала открытия сайт они были обычными менеджерами они только начинали свою карьеру в продажах сейчас спустя несколько лет они уже руководители некоторые руководители департаментов крупных банк некоторые начальники отделов некоторые управляющие эти люди растут они растут вместе со мной и соответственно их отзывы которые они оставили в начале своего пути что курс им помог они также растут ценности этих отзывов растет вместе с профессиональным ростом этих клиентов поэтому после просмотра видео обязательно задумайтесь над тем как брать рекомендации вы будете как вы будете собирать отзывы и еще один момент который бы я сюда добавил это сарафанное радио то есть одно дело когда вы работаете сами активно собирайте рекомендации отзывы размещаете их другое дело когда сарафанное радио вы запускаете в вашем бизнесе и соответственно клиенты сами о вас рассказывают так называемая народная молва о вас пошла и люди к вам приходят я вам дам несколько подсказок о том как вы можете запустить сарафанное радио и запустить рекомендации в вашем бизнесе первый способ безусловно я буду писать вот здесь надеюсь вам будет видно это повысить качество ваших товаров услуг то есть сделать товар таким качественным вкусным хорошим для клиента чтобы он о нем с большей вероятностью рассказал но сейчас это достаточно сложно потому что все товары в принципе они идентичны и вот сложно найти тот который будет прям супер выделяться на фоне других второй вариант который вы можете гораздо быстрее хотя не всегда но может быть вы сможете это повысить сервис то есть продавая те же самые окна двери те же самые товары вы повышаете сервис вы сделаете его превосходным вы читаете книжки известны и внедряете это все в свой бизнес вы повышаете сервис тем самым вы делаете так чтобы клиент оставался доволен работая с вами не просто доволен а вот цель вот этого всего это превзойти ожидания превзойти ожидания когда человек от вас ожидает определенного товара определенного сервиса а вы на порядок это превосходите он у вас с большей вероятностью сам расскажет знакомым он поделится отзывом о вашей компании так далее поэтому повышайте сервис повышайте качество продукта третий способ это мотивировать как-то клиента то есть это мотивация сделать так чтобы он о вас рассказал все мы наверное слышали такие акции как приведи друга получи вот это приведи друга получи месяц бесплатно и друг получит месяц бесплатно какого-то обслуживание используете ли вы этот простой инструмент вашем бизнесе в ваших продажах что подобное вы делаете клиенты должны знать об этом и лояльные клиенты позвоните вашим действующим клиентам спросите вы довольны как вам вообще у нас обслуживается как вам у нас живется, все отлично, а у нас есть такая штука, такая акция. И рассказывайте клиенту, приводите друзей, получайте месяц обслуживания. Как вы думаете, у вас есть кого привезти? И вы тем самым сразу запускаете сарафанное радио, подталкивая клиента к размышлению, кого он может привезти. На самом деле перечень здесь достаточно большой, и как я говорил, в более таких продвинутых курсах, в школе продаж, в курсе суперпродавец, я эти вещи разбираю. Я разжевываю их более подробно, даю конкретные примеры, инструменты, но я надеюсь, что даже бесплатный курс вас натолкнет на определенные мысли, и вы по-другому построите свои продажи. Продажи, как я всегда говорю, это технологии и немного везения. Вот технологии, в принципе, у вас уже есть. Удача, я думаю, у вас тоже есть. Поэтому остается профессионально расти, развиваться, улучшать свои навыки продаж, и главное начать вот с этой системы. В следующем видео, кстати, расскажу еще об одном важном компоненте, это управление продажами. Редактор субтитров А.Семкин